Игромания, мошенничество и дорожно-транспортные происшествия – это лишь малая часть вопросов, в которых жители страны сегодня просили разобраться лично министра внутренних дел. На прием к Ирлану Тургумбаеву записалось три десятка человек. Примечательно, что задавать свои вопросы не только могли жители Астаны, но и всего Казахстана. Большая часть обратившихся граждан уверены, что при рассмотрении их дел были допущены многочисленные нарушения. К примеру, в Ридере хозяйка детского сада уже несколько лет пытается судиться с представителями местного департамента антикоррупционной службы, которые обвиняют ее в растрате бюджетных средств. Когда уже дело было возбуждено, сотрудники антикоррупционной службы сказали, нужно заключить процессуальное соглашение о сотрудничестве, в котором вы описываете, значит, с кем вы там сотрудничали по факту этих бюджетных денег. Хотя экспертиза и все аудиты показали, что таких оснований нет. Министр пообещал поставить в известность руководство антикоррупционного ведомства, которое проверит закон о действии своих подчиненных. Между тем, сразу несколько обращений поступило из Шимкента. Одна из местных жительниц рассказала министру, что ее малолетнего сына сбила машина. Но следствие установило, что мальчик сам прыгнул под колеса авто. Еще одна уроженка Шимкента заявила, что стала жертвой мошенников, но обвиняемой стала сама. Ерланд Ругумаев поручил представителю министерства немедленно вылететь в Шимкент и разобраться с этими фактами. Главная наша задача – сделать работу МВД прозрачной, сделать полицию ближе к народу. Это будет не единственная площадка для встреч. Подобных мероприятий мы планируем проводить как можно больше. Также мы намерены активизировать работу с представителями СМИ и блогерами. Встречаться с населением будет также не только министр, но и его заместители и начальники областных департаментов.